МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среднем дважды в год выделяются средства для поддержки не только самых интересных проектов, но в первую очередь наиболее социально значимых. Сладочка закончилась, подышите в своем ритме. Если загружилась голова, не забудьте, ручки лодочек сложили, носик закрыли, подышали немножко через ручки, головокружение сразу проходит. Школа подготовки будущих мам к родам в районе Митина открылась в стенах местного женского центра по инициативе его руководства. За основу решили взять уже отработанную по Москве программу работы с молодыми семьями. В прошлом году мы начали работу. В этом году работа была продолжена, поддержана правительством Москвы, комитетом общественных связей и управой района Митина профинансирована. Поэтому в этом году у нас была возможность сделать эту школу для населения бесплатно. Программа «Экспресс-школы» включает в себя полный курс подготовки к родам. Вся необходимая информация разделена на 4 трехчасовых занятия. Учениц набирают немного, поэтому атмосфера формируется доверительно-интимная. Занятие ведет опытный врач-акушер-гинеколог. Первые два занятия у нас посвящены родам. Первое занятие – это у нас конец беременности, начало родов, как они начинаются, на что обратить внимание, чего пугаться, чего не пугаться, как себя вести, что с собой в роддом брать. А второе занятие уже посвящено непосредственно родильному дому, самим родам, малышу, как проходят роды, как себя вести в родах, дыхание, позы, которые облегчают течение родов. И буквально немножко об осложнениях, что может быть, чтобы мамы тоже не впадали в панику, если вдруг им предлагают какую-то манипуляцию в родильном доме. Что происходит в женском организме во время родов? Как облегчить боль во время схваток? И почему только что появившийся на свет малыша обязательно кладут маме на живот? В роддоме на эти, да и на любые другие вопросы от врачей вряд ли услышишь. А когда начинаются роды, тем более не до консультаций. Я считаю, что полезно. Во всяком случае, мне как бы очень нравятся некоторые вещи, которые, ну, ты не задумываешься, да, об этом. Здесь в себе человек, который это знает, он объяснит. Не секрет, что молодые мамы зачастую не то, что пеленать или купать малышей не умеют. В большинстве случаев даже не знают, с какой стороны подойти к появившемуся на свет существу. На третьем занятии врач подробно рассказывает о правилах ухода за наборождёнными. Тема четвёртого урока – грудное вскармливание. В практике тоже это помогает. На самом деле и мамам помогает. Они потом и звонят, рассказывают, что и дыхание помогает, и позы легче. И гораздо реже используется обезболивание после подготовки к родам. Но любые роды, в которые меньше вмешиваются, они, конечно, лучше протекают. Уже доказано, чем больше женщина знает о процессе родов, тем меньше шансов, что в самый ответственный момент роженица начнёт испытывать панику или страх. А значит, больше вероятности, что роды пройдут без осложнений. Информации очень много действительно полезной, которая не только касаемо беременности родов, а вообще в принципе жизни, которая пригодится. И люди, с которыми потом общаюсь, я фонтанирую информацию, я эти три часа могу так же спокойно рассказывать то, что нам Катя передает. Катя наш гуру, просто не побоюсь этого слова, потому что с педагогом нам очень повезло. Дает то, что нужно, очень в хорошей форме. И вообще после этих занятий заряжаешься позитивом, и такой энергетик очень хороший исходит. В этом году, который стал годом ребёнка, особое внимание власти-мощи решили уделить проектам семейной направленности. Финансовую поддержку получили школы подготовки к родам, экологические и оздоровительные детские программы, реабилитационные центры для детей и взрослых с ограниченными возможностями, проекты по расширению сферы проведения досуга и общения пенсионеров. В списке победителей последнего, но только на этот год конкурса, более 120 организаций.